Терра воздуха назад на экранах. Третий эпизод. Центр внимания. Заводы по производству шарикоподшипников в Германии. Особое внимание. Первая оперативная группа. Цель – сборка двигателей Messerschmitt в Регенсбурге. Видели товарищество? Наше сознание разрушено. От принятых решений достигли пункта назначения менее половины. Лучший эпизод. Разложу по полочкам. Вот концовка третьего эпизода Мастеров Воздуха. В ролике спойлеры. Начало. Есть проблемы. Запланированный вылет в 6 утра откладывается из-за тумана. А когда прошло время, условия не улучшились. Плохо, что первую оперативную группу, за которой мы следили, отправили в небо, самостоятельно и без защиты двух других сил, которые должны были идти с ними. При старте мы слышали, как далеко за год продвинулась 8-я дивизия, увеличившись с 12 веседем до 370 тысяч тяжелых бомбардировщиков и 240 истребителей, что было большим прорывом. Но даже с уверенностью, внушенной истребителем и во время разработки, показалось, что, хотя они были силой, с которой нужно считаться, безопасность в количестве была чем-то важным и синхронизация была ключевой. Оперативная группа, цель которой – бомбардировка Регенсбурга и задержка производства тяжелых боевых машин, была миссией, которая могла спасти бесчисленное количество жизней в случае успеха. Когда самолеты поднялись в небеса, мы увидели, что, будучи на собственном ходу, они в буквальном смысле слова летят во врата ада, где никто не проявлял пощады. Можно было умереть за секунды. Если это были не бомбы, то истребители летели навстречу с намерением убить. Миссию задумывали как синхронизацию, но мы видели только хаос, в котором повезет выжить. Они летели в пасть смерти, одинокие, уходящие прямиком в ад, не зная, вернутся ли. План состоял в том, чтобы бомбить заводы, затем перелететь в Африку. Это было конечное назначение. Во время воздушных сражений мы видели, что множество самолетов были сбиты, люди погибали, и мы видели других, вынужденных внезапно прерывать миссию, выпрыгивая со своими парашютами в надежде спастись. Мы видели различные эмоции в небесах, и можно только представить, как оно было на самом деле. Были некоторые, были они, которые казались более смелыми и искали доверия своих людей, как баг заполненный решительностью закончить задание, пока самолеты в небе. Некоторые боялись, что не преуспеют. Был момент в трех четвертях эпизода, когда один из самолетов начал падать, и операция была прервана. Но Бэбби Фейс застрял в капсуле, оттуда он стрелял оттуда. Куин постоянно оставался, чтобы попытаться спасти его, но мы видели, что Куин вынужден был уйти, иначе и сам бы умер. Это был момент, на который было ужасно смотреть. Конфликты, преобразующиеся в такой ситуации, останешься ли ты и помогаешь, и не знаешь, когда самолет потерпит крушение, или уйти и спасти себя, зная, что твой друг умрет. И это будет жить в голове вечно. Куин приземлился во Фландрии. В Бельгии его встретили власти, где ему предложили бежать или стать военнопленным, либо выбрать помощь в возвращении в оккупированную Англию. Не видели его решения, но, судя по серии, возможно, он сдался, хотел выжить, но в предстоящем эпизоде, видимо, он решил вернуться в Англию, рискуя погибнуть. Это будет интересной частью истории. С серии начала мы видим. Курт боялся тумана, но, несмотря на команду, он был позитивен относительно миссии. Его самолет был подбит во время боя. Он летел до тех пор, пока некоторые не выбрались. При посадке на полосу травы самолет вспыхнул, касаясь земли. В конце Бак сказал, что не знает, где Курт и сделал ли он это. Но, судя по тому, что мы видели, я удивлюсь, если он сделал это, потому что казалось, что взрыв был непереживаемым. Первый лейтенант Кертис Биддик, к сожалению, умер из-за того, что было показано в эпизоде. Он погиб из-за пожара в самолете, вызванного повреждением носа и фюзеляжа. Это привело к ловушке для нескольких людей на палубе, что привело к смерти четырех членов экипажа, включая Курта. Поэтому, похоже, что мы более не увидим персонажа Барри Кеогана в шоу. Больше. Был еще один момент в этом эпизоде, я думаю. Хороший штрих – это мысль. В рассказе не было настоящего повествования от Кросса, что, по моему мнению, было недостатком. Ведь мне нравилось это прошлую неделю. Но мне понравилась забота, которую мы видели в нем. В тот момент, когда после всего хаоса он запаниковал, не сумев отследить, где упал самолет Курта. Несмотря на то, что ему сказали, что никто бы не смог отследить это среди всего происходящего, он хотел быть уверенным, что все верно. Показав уровень заботы, которую он проявлял не только к своей работе, но и тем, с кем работал рядом. С тем, чтобы, если они еще живы, их можно найти, а если мертвы, будет надлежащим образом задокументировано. Момент, когда мы увидели Кросса, благополучно прибыл в Африку, где он поцеловал добрый омен, который ему был дан. Мы видели, как он опустился на землю, ценя то, что был на суше. Как он был благодарен за возможность приземлиться. Безопасная гавань от возможности стоять на земле после всего. Теперь, когда мужчины в Африке после бомбардировок на завод и остановка производства, думаю, увидим их там некоторое время в следующем эпизоде перед возвращением в Англию, где, видимо, больше людей будут в саперной группе. Обзор. Считаю, этот третий эпизод был лучшим из первых трех. Был момент, я смотрел широко открытым ртом, вопрошая, насколько то, что мы видели, было реальным. Сцена. Где Баг сидел в пилотском кресле, только смотря на хаос, опустошение, потерю жизни и не зная, смогут ли он и его взвод вернуться в безопасность, это просто разрывало сердце и вызывало страх. Вы даже не можете начать представлять, что думали настоящие члены 100-го бомбардировочного отряда во время миссий, подобных этим. Видя, как их друзья сбиты с неба, приходится эвакуировать свой самолет из-за того, что его готовы уничтожить и принимая решения, которые останутся с ними навсегда. Общие чувства, которые передаются через экран перед их взлетом, это определенно страх. Казалось, что некоторые из них летят на смерть, и священник, читающий молитву за них заранее, был мил, но добавлял к ужасам представление о том, что они отправляются на что-то чрезвычайно смертельное. Сцены в воздухе были просто потрясающе смотреть. В серии на этой неделе казалось, что они блуждали по лабиринту, с обилием схваток и необходимостью принимать непростые решения. Это шоу получило немного критики после первых двух эпизодов на прошлой неделе, но я думаю, что оно просто требует времени, так как я уже чувствую, что после трех эпизодов оно улучшилось. В нем большой актерский состав, и я думаю, что потребуется время, чтобы действительно сродниться со всеми героями и понять, что мы наблюдаем на экране. Но я думаю, что все складывается довольно удачно, поэтому я с нетерпением жду того, что нам принесет эпизод на следующей неделе. Вот и все. Объяснение концовки третьего эпизода «Хозяев воздуха». Если вы хотите увидеть больше видео о «Хозяевах воздуха», нажмите на карточку в верхнем углу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!